Добрый вечер, уважаемые друзья! Прежде всего, я хотел бы поблагодарить вас, чтобы вы нашли время и возможность присутствовать, принять участие в этой пресс-конференции по поводу книги, которые завосятся с новостями навсегда. Инициатива и желание написать эту книгу появилось в конце прошлого года. Ко мне возился мой давнишний друг Владислав Юрьевич Егоров, с которым мы дружим уже 20 лет, начиная с чемпионата Европы, который был в Англии. Там мы познакомились, и вот с тех пор мы посещаем все матчи Спартака вместе. Ну, за исключением, когда Владислав Юрьевич уезжает в командировку, мне приходится посещать матчи одному. А мне это очень приятно еще и потому, что Владислав Юрьевич заезжает домой домой, приводит меня на стадион и отводит меня со стадиона домой. Это очень здорово, и вот я бы хотел просто, чтобы и вы его поблагодарили за такое внимание к ветерану советского и российского футбола. Спасибо вам большое, Владислав Юрьевич. Вот это моего предложения. Значит, он предложил двум нашим коллегам, писателям, которые входят в состав и его друзей, написать, помочь, вернее, написать мне эту книгу. Я, к сожалению, никак, вы знаете, с памяти уже не то. И вот, значит, Юрий Аркадьевич, он, кажется, здесь, да? Юрий Аркадьевич. Вы здесь? Я здесь. Спасибо вам большое за большую-большую помощь. И также Юрий Дмитрий Борисович. Дмитрий Борисович. Которые в течение этого года на протяжении многих-многих раз встреч мы встречались для того, чтобы обсудить эту книгу, обсудить материалы этой книги, обсудить все события, которые были связаны за мою длительную жизнь. В основном эта книга посвящается молодым нашим болельщикам, молодым любителям футбола. Потому что прошли годы, и многие наши возрослевшие уже юноши стали папами, дедушками. И порой даже забывают, что в Советском Союзе был тоже футбол, и как он развивался, и какие успехи были в этом футболе. И поэтому в этой книге я постарался высказать о себе все, начиная с того, как я начинал играть в футбол, где, как, и потом, как я попал в команду мастеров, как я попал в команду «Спартак», и так, как я побеждал, играя за команду «Спартак», побеждая в чемпионат «Купка», был в составе сборной команды Советского Союза, завоевывал олимпийские медали в Дейбурге в 1956 году. Потом, по окончании карьеры в «Спартаке», работал в «Федерации футбола» почти в 50 лет. Таким образом, значит, жизнь продолжалась, и вот уже скоро «Иберей». И тем более, что вот такая книга, как раз это будет большой подарок для, я думаю, для меня, как для автора книги. И все то, что в этой книге буквально написано, вы можете прочитать, и все узнаете о том, какой был футбол, как начинали играть в этот футбол, как добивались успеха, и как заканчивали свою спортивную карьеру. Вот я хотел вот так, кратче сказать об этой книге. Если есть какие-то вопросы, я, пожалуйста, могу один постараюсь. Да, у меня коллеги, есть у вас какие-то вопросы? Можно вопрос? Можно вопрос? А можете рассказать, о каких годах идет речь? Вообще, практически всей жизни? Или там, скажем так, есть какие-то... Я плохо слышу, понятно. О каких годах идет речь? А какие годах? Начиная вообще с самого, грубо говоря, детства и... По 1947 года до сегодняшнего дня. А, до сегодняшнего дня. В этой книге даже написано о том, что господин Федун, президент Российского... Да, президент Спартака, Спартака, построил стадион, который ждали, ждали, ждали много-много лет. Были руководителем, но, к сожалению, ни у кого не хватало ни сил, ни средств. Ну, а вот господин Федун нашел это все и подарил Спартаку, я думаю, на долгие-надолгие годы, прекрасный стадион. Поэтому, ну, большое спасибо от всех, и не только от всех, любителей футбола, от всех спартаковцев. Спасибо. Алексей Александрович, может быть, кто-то из ветеранов, то же самое Никита Павлович Симоньян, Исаев, Ильин уже, прочитали эту книгу? Какие-то отзывы оставляли? Я пока еще не читал эту книгу. А кто-то из ветеранов читал? Ну, может быть, какие-то наброски, что-то говорили? Нет, пока. Пока не. Я дал книгу этого пресс-аташи, но он сейчас в отпуске, раз в отпуске, он собирался прочитать эту книгу. Пока книги, вот у меня будет юберей, и я на этом юберее хотел врачить эту книгу всем присутствующим. Какие-то есть еще какие-то вопросы? Тренеру. Ко мне ни куку, 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 ни куку. Я всегда бежал впереди и вроде бы задавал темп. Понимаете? И мне всегда сзади бежали ребята, там, а садили садчик, а там... Я... Почти, пожалуйста. Почти, пофеля в шестидесятилетии в 1953-м году. Нет, мяч хочу вам подарить. Это общество болельщиков Спартака Фратрия. Такой именной мяч в шестидесятилетии в 1953-м году вы стали чемпионами. Здесь... Здесь... Как шестидесятилетия? Все фотографии... А, шестидесятилетия, да. Все фотографии того сезона присутствует Симонин. Вы, Исаев, Дмитрий Павлович, мы уже обращали такой мяч, был очень доволен. Теперь вот вам поздравляем. Спасибо большое.